Как нужно выращивать овощи и фрукты для конкретного человека, для других людей? Ну, желательно, чтобы это была ваша территория, хотя в адекватном обществе, я думаю, что конкретные фрукты и овощи будут выращивать под вас специальные фирмы. Это будет в далеком будущем. То есть что вот я наблюдала из людей, у которых более-менее адекватная репутация, они, например, на собственном участке собственные овощи и фрукты периодически, извините, я просто прямо так скажу, разводят то, что они там пописали и покакали, каким-то образом это обрабатывают и поливают этим растения. Не заливают, извините за выражение, какашками все с ног до головы, а немного дают растениям информацию о себе, потому что в какашках, простите, и в том, что вы пописали, есть информация о всех ваших заболеваниях, о всех ваших предпочтениях. И растение знает, какое оно должно вырастить, помидор, огурец именно для вас. Вообще растения должны выращиваться только каждый для себя, потому что они вырастают с учетом той энергетики, тех проблем, которые есть у вас. Я вот была на такой плантации, где люди вот подкармливали, ну там обычно навозом заливают, коровьем, ребят, это получается, помидоры с коровьей генетики, не ешьте это, пожалуйста, это просто ужасно, ну вы превращаетесь в корову по факту, там рыв козла, которым там эти какашками поле посыпали, потом картошку продают. Своим надо поливать. И я пробовала на такой плантации выращенные овощи и фрукты, у всех был разный вкус, у всех до одного. Я сама это делала, потому что я была у меня там, у них какое-то время, одно лето, у меня была там делянка, я тоже экспериментировала. И вот могу сказать, да, интересно. Ну то есть у всех был разный вкус, разный размер плодов, разная урожайность, хотя все выращивали урожай на одном месте. Поэтому, Руслан, собственное место, подкармливай растения вот этим вот своим всякими вот этими вкусняшками, разводить надо сильно водой, чтобы не сжечь растения, это не еда для них, но у них будет информация. И вот заботься о них, посмотри, есть такая девочка, особенно рекомендую, с Англии, с Карден, сейчас посмотрим. Значит, у нее есть гид, давайте поищем там. Как же он там называется-то, у меня тут просто очень много, так их сейчас поищу. Значит, у нее есть гид, она написала, они живут в Великобритании, у нее маленькая деляночка купленная, она эту деляночку прямо облагораживает в прямом эфире. И она написала гид, он называется «Некопание». Ну то есть делаешь грядку, положи картон, просто картонную коробку, ну вот эту вот коричневую, сверху положи мульчу, землю и посади растения. Картон через неделю сгниет, а сорняки умрут. То есть она учится у всяких разных интересных, но все на сегодня. Ребята, посмотрю, как она называется, дам ссылочку, не будем сейчас на это время тратить. У меня просто подписано большое количество людей, чьи истории я отсматриваю. Вообще-то это даже, простите, этот аккаунт, этот аккаунт, вот куда мы сейчас зайдем, и сейчас мы ее быстренько найдем. Это аккаунт, у нас просто много аккаунтов, простите, ребята. Это мой аккаунт, сейчас я сразу ее увижу, я смотрела, просто аккаунт, куда идет. Вот еще девочку рекомендую, она в Гималаях живет. Посмотрите, вот так начнете набирать, у вас там выйдет. Давайте сейчас найдем ее здесь. В общем, очень рекомендую купить гид у нее, называется «Некопание». Прошу прощения, ребята, просто если я сейчас это не покажу, я это не покажу уже никогда. Только если вы в комментариях спросите, вот она, нашла ее. Спрашивают, как найти, как найти аккаунт. Вот название аккаунта, вот смотрите, вы сможете просмотреть. Old, дальше английское слово, чего-то там не могу прочитать, Garden. Вот, спасаю сады и поместья, бесплатно, научу не копать. Вот у нее можно купить гид по некопанию. Очень рекомендую всем, потому что она учится у лучших садоводов, и она такая умная девочка. Она в своих грядках, ей достался в очень плохом состоянии участок, она его за два года привела в порядок. То, что там было, она не могла даже лопату воткнуть, то есть там была каменная земля, просто как камень. Вот вообще, как камень, от слова камень. И за два года у нее прекрасный участок, дающий урожай. И вот все это, она ни разу не копала его лопатой. То есть как все это сделать, как все, как правильно поступить, чтобы ничего не копать, рекомендую. Руслан, выращивай для себя, не копай ничего, не убивай, не трать, не убивай растения, они сами умрут. И не трать свою жизнь на вот это вот все. Но вот подкармливай своим вот этим делом, аккуратно, не сожги растения и посмотри на результат. Сорок минут хотели говорить про сыроеденную, уже куда-то ушли. Чем на сыроедене восполнять ресурс после физнагрузок? Бананы. И много раз говорила, ешьте нормально. Еще раз включаю демонстрацию экрана. Роман, не ленитесь готовить. Давайте наберу, покажу вам Ро Фуд Романс, мои любимые. Просто что люди едят. Посмотрите, что люди едят в течение дня. Вот это все, если есть, посмотрите, у нее салат с прекрасной подливой, бургер. Суп она сегодня ела. Роллы, мороженое, еще один бургер. Салат. Посмотрите, размеры салата. Салат. Салат. Паста. Суп. Паста. Суп. Тут, наверное, что-то будет. Роллы, может быть, бумаги. Ребята, ешьте нормально на сыроедении. Вот проматываю ее аккаунт. Ешьте достаточно, ешьте разнообразно. И ничем вам не придется восполнять после физических нагрузок. Ничего. Вопрос хороший, правильно. Посмотрите, вот. Это сейчас у нее такая фигура. Я не знаю, есть ли здесь ее фотография. Вот, посмотрите, какая она была. Жирная, с прыщами. Вот перенесу сюда. Посмотрите, какая она была. Жирная такая тетка в 20 лет. И посмотрите на девочку сейчас. В каком виде она, какая симпатичная красавица. Вот она. И вот муж ее тоже, с которым она. Вот тут фотография с мужем где-то была. Смотреть. Не могу найти уже. Ладно, ребята. Просто если продолжу смотреть, то могу не дожить до окончания эфира. Пойду прямо сейчас готовить. В общем, после физнагрузок восполняем калории, все, что нужно, едой, а не рассказами и рассуждениями о еде. Потому что салатик и три морковки – это рассуждение о еде. Ешьте нормально, как я показала. Это все сыроедная кухня, что вы видели. Как вы относитесь к моносыроеднию фрукторианству? Это может быть достаточным питанием. Смотря для кого. Если вы божество, и вам нужно поддерживать свое физическое тело, и вы себе клубничку съели, то нормально. А если вы из тех, кто остался после бомбежки, который со свинками бегал там и кабанчиков топором рубал, чтобы пожарить их после цивилизации, которая погибла, то вам, возможно, тело непривыкшее, непереученное. Привыкайте, переучивайтесь. Я вот все хотела подойти к плюсам сыроедения. Давайте, может быть, о них поговорим. Достаточным питанием. Смотрите, плюсы сыроедения. Или уже не успеем. 43 минуты. Давайте, раз уж пришли, плюсы сыроедения. Первое. Такие энергии на Землю приходят, что вы не выживете, если будете есть, что попало, и спать там, где придется, и с кем придется. Вы просто, они через эти энергии, вы просто не сможете их через себя пропускать. Вот все, что происходит с людьми, которые умирают. Просто энергетика на планету подается вне зависимости от ваших хочу, и от ваших каких-то фантазий, там, я не знаю, социальных или эротических. Богу все равно. У него есть план. Вот Земля должна поднять такую-то частоту к такому-то году. На Землю поддаются энергии. Вы почему там болеете, стареете, умираете? Просто потому, что вы в этих энергиях жить не можете. Вы их не пропустить через себя не можете. Вы не можете в них не развиваться. Вообще ничего не можете. Вы можете есть только, писать, какать, кушать и размножаться. Это ваш вот день так проходит. Но еще развлекаться забыла важный аспект. Ходить там елочки смотреть какие-то, метелочки в лесу. Ходить в киношечки. И, я не знаю, еще работать до седьмого года непонятно где, на ненавистной работе. Вы просто не выживете. Вы не останетесь здесь со следующим поколением, если не начнете перестраивать свои тонкополевые системы под новые типы энергии. Они не работают с вареной едой. Они работают только с сырым продуктом. Сырой продукт – это живой продукт. Бог работает только с живыми объектами, а не с мертвыми жареными поросятами. Или с забитыми там насмерть коровами, замаринованными в тушенку. То есть у вас нет шансов. Не надо паниковать, кричать, ой-ой-ой, что делать там. Просто вводите в свой организм как можно большее количество сырой пищи. В конце концов, вы сам увидите или сама увидите, что вы просто не можете есть эту вот помойку вареную. Вам нужно сырое для правильного питания, для правильного существования. У вас не будет никогда болезни. То, что у вас будет болеть – это то, что у вас будет вылечиваться, исцеляться и восстанавливаться. То есть вот эти боли даже болями не назвать. Так, я хоть вижу себя. То есть, ну да, поболит что-то, но вы будете точно знать, что это болит не потому, что это разлагается, как при старости, как при вот всех других аспектах или каких-то болезнях. А это болит потому, что это восстанавливается. Есть два типа болей. То есть у вас будет все так же все болеть. Я не буду вас обманывать. Ой, сыроеды, мы тут в шоколаде живем. У нас тут так же все болит. Но мы просто почему-то молодеем, веселеем и не умираем, а вы стареете, дряхлеете и обвисаете там со всех сторон. Кожа, там, не знаю, мысли, все у вас обвисает и отваливается. Вы будете жить долгие годы жизни, потому что если вы будете очищаться, заниматься спортом, правильно мыслить, правильно поступать и употреблять сырую пищу, то есть не вкладывать в себя всякую вонючую помойку, то вы будете жить долго, долго и счастливо. Ваш век – это не 70, не 80, это даже не 150 и не 350 лет. Вы можете жить бесконечное количество лет. Просто ваш организм начнет, сразу предупрежу, что когда вы там будете в сыроедни вводить, вам понадобятся десятки лет. Это не делается за один год. Десятки лет, и вы увидите результат. То есть не надо писать мне и говорить, ой, Лена, я уже год сыроедю, где мое просветление? В Караганде твое просветление, то есть повкалывай лет 10, 15, 20 и увидишь свое просветление. То есть скалывать надо. На халяву ничего вы не получите. Потом люди, которые живут таким образом жизнью, то есть когда через них проходит этот энергопоток, вы в принципе и есть распределительные узлы энергетические, а не то, что вам рассказывают в ваших церквях или ваши там непонятные какие-то родственники или какие-то другие люди, которые вас опекают. Вы не это. Вы распределительный энергетический узел. И если в вас можно налить только говнище, вот я просто, извините, такие слова говорю, но я по-другому не могу это выразить, потому что это пахнет как говнище, это выглядит как говнище на тонком плане. И это вот именно то самое говнище, которым вот люди в туалет ходят, и оно вот там вываливается. Если кто-то говорит «какашечка» или «я немножко запачкался своими испражнениями», это не то. Называйте вещи своими именами. Вот эта помойка, которая создается не только тем, что вы там писаете и какаете, а вот то, что люди на планете делают, загрязняя моря и океаны, там землю загрязняют всякими ядерными отходами. В Финляндии огромная ядерная катастрофа была, просто об этом никто не знает. Люди решили добывать уран. Андрей, как называется место? На севере, где-то в районе города Каяни, Соткома Каяни, вот в этом. Соткома Каяни. Как оно там называлось? Что-то вара, что-то… Линту вара, может быть. Линту вара, как-то у города. Наберите, короче, катастрофа, когда бывали уран, и что там сейчас с территориями происходит. Люди болеют, кривые, косые, все облученные уезжают рядом с Каяни. В общем, посмотрите эту катастрофу. Вот это вот извините за выражение, по-другому как словом говнищем не назвать. Можно назвать ядерная помойка, но вы будете пребывать в иллюзии, что ну помойка, ну и что, ничего страшного. Может быть, вас там заденет это слово на «г», которое я произношу уже последние 2-3 минуты, и вы сполыхнетесь и скажете, «Воу, уж помойте-то я могу жить», а вот слове на «г» нет. Поэтому, если вы вот это производите, то есть кладете в себя это, потому что, например, у вареной курицы, у нее на тонком плане, вот сегодня хороший вопрос задавали про арбузики, про фруктики, у курицы тоже есть конструкции на тонком плане. Главное бы курица еще живая была, потому что эти конструкции других живых существ в принципе не предназначены для того, чтобы их класть в ваши тела. Они не предназначены. Конструкторами не предназначены. То есть это никак нельзя в вас положить. Ну вообще никак, потому что оно будет вас убивать. Вас можно положить только конструкции определенного типа. Это растения, орехи там, это все, что можно добыть своими ручками, или там ножками. Фрукты, вот такие всякие разные вещи. И то с орехами осторожно, потому что их надо размачивать, активировать, чтобы фитиновая кислота ушла, чтобы орех начал просыпаться. С семечками тоже самое. Бобовые нужно проращивать, там чечевицу, маш, прежде чем есть. То есть курица, она не предназначена для того, чтобы в вас попадать. А если вы кладете в себя то, что не предназначено для того, чтобы в вас попадать, оно будет вас убивать. Именно поэтому вы стареете, болеете и умираете. Вы можете себя обманывать сколько угодно столетий, но в конце концов, там через миллионы лет, воплощаясь, старея, болея, умирая, воплощаясь, старея, болея, умирая, вы придете к тому, что вот я сейчас говорю. Ну просто можно же исключить это старея, болея, умирая, старея, болея, умирая. Можно же сейчас начать хоть как-то себя потихонечку ремонтировать и чинить. И начиная это, вы заметите, как вам трудно. Так вот все, что вам трудно, это и есть те повреждения, эти большие проблемы, которые у вас есть в тонкополевых системах. Потому что адекватному человеку ничего не трудно. Он может и мясо съесть, он может и фрукт съесть. И он не испытывает эмоций, по этому поводу. Ну то есть у него отобрали мясо, он ест фрукты, у него отобрали фрукты, он ест мясо, но он не бегает и не кричит. У меня отобрали мясо, вы там сектанты, там веганы, вегетарианцы, сыроеды. Да я бы убивала, буду убивать коров. Что? Агрессия. Потому что человек сидит на наркоте, которая ему постоянно нужна. И из-за этой наркоты он будет готов убивать других. Понимаете, чистый, адекватный человек, ему ничего не сложно. Сказали, не надо есть мясо. Мне не надо мясо, все, на фруктах живу. И веселый, здоровый, процветающий. Сказали там, все, едим мясо, все, едим мясо. Не парюсь эти фрукты, мне тоже не нужны, ем мясо. Но вы же не такие. У вас попробуй отмери мясо или отбери фрукты, посмотрите, какая агрессия возникает. Агрессия, это, кстати, то же самое уныние, то же самое осуждение. Ой, у меня в стране нет спелых фруктов, государство плохое, мне их не привозят, ну, сама найди. Вот я уже краудфарминг всего не показывала. Ищите сами, переезжайте в места, где они есть. То есть курица не предназначена, понимаете? И когда вот то, что вы цианистый калий не пьете, но курицу можно, потому что курица убьет вас медленнее, чем цианистый калий. Вам никто же это не говорит. Вам говорят, курицу можно, ничего страшного, убивай там коров, всех этих телят там. Но оно не, понимаете, это не ваша еда, не потому что это, как-то я в этом заинтересована, или какие-то другие люди, которые продвигают интересы от веганства, вегетарианства в сыроедении, а просто я вам, как технический специалист, который обслуживает ваша система, говорю, что это несовместимые вещи. Это как вы пьете цианистый калий. Просто вы умрете чуть-чуть, дольше проживете, чуть-чуть медленнее будете умирать. Чуть-чуть в менее адских конвульсиях. Но вы все равно умрете. Так вот на сыроедении вы не умрете. Будете веселым, бодрым, красивым и вчера у одной блогерши прочитала. Хорошие ребята возят там из Сербии фрукты, овощи в Москву, Петербург. Кстати, честно хочу сказать, что покупала качество так себе. То есть есть качество лучше, и надо прямо его искать и покупать. Но ребята нехорошие, книга у меня есть, они как-то с сыроедами были. А сейчас она там уже пишет. Вот, типа, кортизол не тот, мне там 50. Как бы утром бодрая, вечером устала, утром бодрая, вечером устала. Это уже за 50 там. Уходит из кожи тот материал, который делает ее упругой. Как бы поэтому уже трудно поддерживать. Кожа обсухает, там висает. Ребят, но есть, например, ирландские водоросли. Айриш сам мал. Не знаю, где они у меня. Попробую сейчас показать. Может быть, успеем посмотреть. Кстати, забыла замочить. Перед эфиром. Плохая киса. Останусь сегодня без порцайки. В салат брошу. Вот, посмотрите. Называются по-фински. Ну, ирландин сам мал, или ирландский айриш. Господи, как же он называется-то? Мосса-аришкель. В общем, это водоросли, в которых такое количество коллагена, которое будет держать вашу кожу упругой, что у меня просто слов нет. Вы их размачиваете. Они такие вкусные, такие маленькие, есть разного размера. Можно заказывать. В любой стране есть. Нет, просто моль летает. Не удивляйтесь, мы тут прокладку внушую кладем. В общем, вы просто это размочите, в салат положите, и ваша кожа будет упругая и веселая. Не надо жаловаться, что у вас там кортизол ушел, и сил больше никаких нет. Вот, пожалуйста, ваш коллаген. Зачем вы его пьете в порошке? Вот, вот, пожалуйста, коллаген. Вот он. Вот коллаген. 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 И все в порядке с вами будет. Сидите на сыром. Но только ешьте так, как я показывала, вот, у World Food Romance. Ешьте нормально. То есть много, насыщенно и разнообразно. У вас не будет чувства голода. И вот мне столько же, сколько этим людям, которые там в Сербии, ребята, они ушли сыроедние, якобы у них там здоровья не позвали. Позволяет что-то там, анализы у нее какие-то. Старно еще врач, по-моему. Ну, как бы, возраст у нас не одинаковый. Но вот у нее там какие-то проблемы с кортизолом, с кожей какие-то проблемы. А у меня нет с кожей никаких проблем. И, извините, у меня такая интенсивность рабочего дня, мои 50, что мне 30-летние подходят и говорят, Лена, как такое вообще возможно? Ну, как такое возможно? Ну, то есть, это там зажигалочка в 9 вечера. Ну, вот так возможно, ребят. Это, конечно, не только сыроедние, а весь комплекс, о котором я рассказываю. Ну, какой кортизол? Нужен кортизол, просто включаете его внутри себя, и кортизол у вас кортизолит. Ну, у всех свой взгляд на жизнь, и это хорошо. Вот рассказываю, что может быть по-другому. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...